В связи с ухудшением паводковой ситуации в Североказахстанской области 16 апреля в 2 часа ночи спасатели провели эвакуацию жителей села Далматово Кызылжарского района. Сотрудники департамента ПЧС и полиции эвакуировали порядка 170 человек. Алихан Жексыбаев с подробностями. Село Далматово совсем недавно оказалось подвергнуто серьезному подтоплению. Всего за один день было подтоплено около 25-28 домов. По данным КАЗ Гидромет, скорость воды на данный момент составляет около 1590 кубометров в секунду. Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям и сотрудниками полиции проводится эвакуация жителей села Далматово в эвакуационные пункты. Паводки, вызванные сильными дождями и таянием снега, привели к затоплению населенных пунктов, включая село Далматово Кызылжарского района. Для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей спасатели приняли решение об эвакуации. Знаете, мы готовились, но когда ночью уже поняли, что Ишим может с двух сторон затопить весь населенный пункт, поэтому было в 2 часа ночи приняты меры о том, сигнал дали мы сиреной, что эвакуация, и вывозили людей. Вернее, люди уже из затопляемых территорий, как предполагалось, уже были вывезены, но здесь у нас вот как раз мы находимся возле Далматовской основной школы, где у нас эвакуационный пункт, было принято решение из него тоже вывезти людей. После эвакуации населения сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям на ежедневной основе проводят обход затопленных домов для выявления и спасения оставшихся домашних животных. На данный момент в данном селе 114 домов, 268 населения, из них не подвержено 25 домов к подтоплению, остальные домы все эвакуированы. В эвакуации участвовали порядка 56 специалистов департамента по чрезвычайным ситуациям Сирокостанской области и Туркестанской области. В соответствии с приказом министра мы приехали в ИСКО для помощи и борьбы с паводками. В количестве 56 сотрудников и 8 единиц техники. В настоящее время мы ведем эвакуационно-спасательные работы в селе Далматово. К слову, 144 человека были самостоятельно эвакуированы к родственникам, а оставшиеся 27 находятся в эвакуационном пункте в селе Белое. Олег Анджик Сыбаев, Адиль Нуржанов, Служба новостей.